В Нидерландах 9 марта начался судебный процесс по делу крушения самолета Боинг-777, выполнявшего рейс MH17, избитого в небе над Донецком в 2014 году. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение в убийстве 298 человек гражданам России, основным офицерам российской армии Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, бывшему офицеру ФСБ Игорю Гиркину и гражданину Украины Леониду Харченко. Все они в 2014 году командовали незаконными боевыми соединениями группировки ДНР на востоке Украины. Никто из подозреваемых не захотел присутствовать на слушаниях Нидерландов. Взаимодействовать с судом, но только через адвокатов, согласился лишь Олег Пулатов. Журналистам BBC по телефону удалось связаться с Игорем Гиркиным, где он объяснил свое отсутствие. Я, собственно, не собирался, почему я, и не решил участвовать. Я не признаю компетенции голландского суда по данному вопросу. И не собираюсь признавать за гражданским судом иностранной страны компетенцию в ослуживании человека, который участвовал не в их гражданской войне условиях. Единственный из тех четырех обвиняемых, кто решил активно участвовать в судебном процессе, бывший офицер российской армии Олег Пулатов. Пулатова считают одним из тех, кто отвечал за перевозку ЗРК БУК и предоставление экипажу установки данных о точке для запуска ракет по целям. Пулатов обзавелся нидерландскими и российскими адвокатами и согласился дать показания по видео, а также общаться с прокурорами и судьями через адвокатов. Сторона обвинения отметила, что случай MH17 сильно отличается от других происшествий, когда сбивали самолеты. Основное отличие состоит в том, что российский БУК, сбивший самолет, изначально не должен был оказаться на территории Украины. Таким образом, крушение является следствием преступного деяния. В то же время прокуроры заявили, что суд не будет рассматривать вопрос, должна ли была Украина закрывать свое воздушное пространство. Каким бы ни был ответ на этот вопрос, это не освобождает виновных в пуске ракеты по гражданскому самолету от ответственности. Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет, летевший рейсом MH17, был сбит ракетой «Земля-воздух», выпущенной из зенитно-ракетного комплекса БУК 13-й бригады ПВО Российской армии, вблизи населенного пункта Снежное. Следственная группа уверена, что БУК доставили на территорию Украины из российского Курска. А после катастрофы ракетный комплекс был возвращен на территорию Российской Федерации. Прокуратура Нидерландов считает, что Дубинский, Пулатов, Харченко и Стрелков в разной мере отвечали за перевозку БУКа по территории Донбасса и предоставляли экипажу ЗРК данные о точке, откуда можно осуществлять пуск ракет по воздушным целям. Сторона обвинения так характеризует роль четырех обвиняемых. Никто из них не нажал кнопку пуска сам, но все они тесно сотрудничали в деле доставки вооружения. И поэтому их можно считать подозреваемыми в причастности к тому, что MH17 был сбит. В процессе следствия нидерландская сторона отмечала, что Россия отказывалась от сотрудничества. В феврале Ферт Грабергаус, занимающий пост министра юстиции Нидерландов, заявил, что Москва предлагала передать дело против российских обвиняемых, проходящих по делу MH17, правосудию Российской Федерации. Но, по словам главы ведомства, такой вариант не подлежал рассмотрению. Сбор версий и доказательств по делу проводила международная следственная группа, состоявшая из представителей стран, чьи граждане были на борту MH17 – Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов. В расследовании также принимали участие представители Украины, поскольку в момент трагедии самолет находился в ее воздушном пространстве. Уже сейчас в уголовном деле около 30 тысяч страниц. Ни следователи, ни прокуроры не спешат обнародовать материалы, которые у них есть, раньше времени. Но в интервью американскому телеканалу CBS прокурор Фред Вестербеке заявил, что у них есть свидетели, готовые выступить в суде в пользу позиции обвинения. Я бы сказал, что у нас есть, по крайней мере, один очевидец пуска ракеты по самолету. Сколько их всего, я сейчас не скажу. Виновным в авиакатастрофе MH17 может грозить пожизненное заключение. Это максимально возможный приговор. При этом прокуратура отмечает, что не будет обращаться к властям России с просьбой об экстрадиции подозреваемых, так как знает, что российские законы запрещают выдачу граждан страны другим государством. Представители окружного суда ГАГи рассказали, что четырьмя фигурантами процесс не ограничится. По ходу дела прокуратура сможет выдвигать обвинения новым людям, причастным к уничтожению самолета, как тем, кто непосредственно нажимал на кнопку, так и тем, кто отдавал приказы на высшем уровне. На данный момент именно по этой причине судебное слушание отложено до 23 марта. Это было сделано для того, чтобы принять решение относительно дополнительного расследования, возможности допроса новых свидетелей и ряда других вопросов. Параллельно с судом, который начался в Нидерландах, ситуация со сбитием Боинга над Донбассом фигурирует в иске Украины в Международный суд ООН. Об этом на своей странице в Facebook напомнила экс-заместительница министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Сбитие MH17 является важной составляющей нашего иска в Международном суде ООН на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, Нидерланды и Австралия в октябре 2018 формально предъявили обвинение Российской Федерации в связи с ее ролью в сбитии MH17. Сейчас продолжаются трехсторонние консультации, и если их результаты не будут удовлетворять стороны, вполне вероятно, мы можем стать свидетелями нового судебного процесса против Российской Федерации в Международном суде ООН, инициированного Нидерландами и Австралией. Следующее заседание суда в Нидерландах состоится 23 марта.